Премьера Медведев пообещала иностранным инвесторам самые благоприятные условия. Москва предупредила партнеров по G20, хватит тратиться на социалку. В столице проходит Гайдаровский форум. Участница пуссирает Мария Алехина, просит об отсрочке наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Она суждена на два года за акцию в Храме Христа Спасителем, прокуратура против. Вертолет, который упал на столицу Великобритании, неподалеку от Ми-6 парламента железнодорожного вокзала «Воксхолл», унес жизни двух человек, 13 ранены. На Кубе вспышка холеры, туристический сезон на грани срыва. Минздрав призывает российских граждан тщательно соблюдать меры гигиены. Завхоз пойдет первым. По делу оборонсервиса начались аресты в Минобороны. Задержан начальник хозяйственного управления Николай Рябых. Об этих и других событиях более подробно в студии Татьяна Вишневская. Старт главного экономического события начала года Гайдаровского форума в Москве оказался богат на громкие высказывания. Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев сообщил, что смягчение монетарной политики в Российской Федерации ни к чему хорошему не приведет. И пригрозил, что мировая практика координации макроэкономических процессов через ЦБ чревата валютными войнами. Премьер-министр Дмитрий Медведев в очередной раз позвал инвесторов в Россию и заявил, что господдержка должна оказываться конкретным компаниям, а не отраслям. Глава Минфина Антон Силуанов не без гордости заявил, что федеральный бюджет за прошлый год был сведен с нулевым балансом. Давайте посмотрим подробнее. У нас совершенно невеликий и небольшой долг, всего 11% ВВП. Почему-то мы все время проводим профицитную политику. Давайте посмотрим, как живет весь мир. Целый ряд правительств, государств не собирались и не идут на сокращение своих расходов. Потому что бюджеты действительно становятся все больше и больше социальные. Сокращать расходы в этой части очень непросто, потому что нужно иметь достаточно сильную политическую волю, авторитет среди населения. Мы видим, что целый ряд стран пошли на смягчение бюджетной политики. В результате долг растет. Нам нужно будет сократить долю государственного участия в структуре российской экономики. Государственные корпорации, об их судьбе я неоднократно говорил, они свою роль в консолидации разрозненных активов сыграли. Принципиальное значение для развития конкурентной среды имеет последовательная приватизация. Мы заинтересованы в стратегических инвесторах. Конечно, продажа активов должна проводиться в благоприятных рыночных условиях. Но нельзя их бесконечно ждать. Так вообще ничего никогда не продадим. Наш главный ориентир – это инфляционный ориентир от 5 до 6% инфляции по индексу потребительских цен. Как я уже сказал в конференции, мы рассчитываем, что со второго квартала этого года мы сможем вернуться в этот коридор целевых значений и остаться в нем до конца года. Ускорение декабря, начало января – это исключительно ускорение, связанное с продовольственными ценами, так называемый шок предложения. Мы видим, что не продовольственные цены, наоборот, в декабре снизили свою динамику. Индекс базовой инфляции впервые за несколько месяцев в декабре снизился. В этом смысле мы считаем, что объективная ситуация, которая складывается, не требует от нас дополнительных каких-то усилий. Темпы роста мировой экономики будут достаточно низкими, в районе 5,2%. А что касается России, прогноз роста для нее 3,5% ВВП. Это надежный рост, но нельзя сказать, что это впечатляет. До кризиса российская экономика росла более 4%. В России, к тому же, много рисков. В частности, это риски, связанные с конъюнктурой нефтяного рынка. Цены на нефть могут упасть. Стоит отметить, что на форум некоторые опоздали. В городе страшные пробки. Некоторые трассы перекрыли для премьера Медведева. Это еще более усугубило ситуацию на дорогах из-за сильного снегопада. Город практически с самого утра встал в 8-бальных пробках. По прогнозу синоптиков, неожиданное зимнее явление снег закончится к пятнице. Столичные власти говорят, что коммунальщики готовы. Но многие автолюбители с тоской вспоминают времена правления Лужкова. При старом мэре по Снежнице-Лене в столице ездить приходилось значительно реже. Экономические показатели конца 2012 года беспокоят Кремль. Президент Путин оценил печальную статистику от Минэкономразвития. По оценкам Минэкономразвития, годовой рост ВВП замедляется. В ноябре он был всего 1,2%, тогда как за первые месяцы прошлого года составлял 4,9%. Подобную затихающую динамику демонстрируют и промышленное производство, и инвестиции. Заминку экономического роста у нас можно было бы списать и на внешние факторы. Но, конечно, нужно посмотреть только в этом дело. Нужно посмотреть на внутренние наши проблемы, на внутренние вопросы. Падает промпроизводство. Проблема в сельском хозяйстве. Зато по сравнению с Западом низкая безработица. При этом инвестиции в инфраструктуру и средств фонда национального благосостояния, похоже, несколько откладывается. Путин сказал, что это произойдет только после создания управляющей структуры ФНБ. Теоретически, Дума должна рассмотреть закон об учреждении Росфинагентства в начале 2013 года. Январь уже практически закончился. Дед Хасан убит легендарного вора в законе. Застрелили сегодня, когда он выходил из ресторана на Поварской улице. По данным источника в органах, в авторитеты стреляли снайперские винтовки. В следственном комитете заявили, что рассматриваются различные версии, в том числе криминальная деятельность погибшего. Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Убийство и незаконный оборот оружия. Дед Хасан по паспорту Аслан Усаян считался одним из самых влиятельных воров в законе. Он контролировал большинство преступных группировок в России, разрешая конфликты и разногласия. На Усаяна покушались в 2009 году. Тогда он получил ранение, однако быстро восстановился. В 2010 году деда Хасана депортировали с территории Украины. Российские органы претензий к нему не имели, и авторитет был отпущен на свободу. Хамовнический суд санкционировал арест заместителя генерального директора Славянки Константина Лапшина. До этого дня он отправлен в СИЗО. Первый высокопоставленный арестант по делу оборонсервиса Николай Рябых. Временно исполняющего обязанности начальника хозяйственного управления военного ведомства Рябых подозревают в причастности к хищениям в Минобороны. Рябых, в силу своих должностных обязанностей, знавший о том, что в здании на Коломажном переулке в центре Москвы поставлено на капитальный ремонт, подписывал, тем не менее, фиктивные акты работ по его комплексному содержанию компании безопасности связи. И вот в результате действий чиновника государством коммерческой компании было перечислено 18,5 миллионов рублей. Свою стремительную карьеру в министерском управлении бывший замначальника инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Рябых начал в декабре 2011-го. До этого здание Минобороны в Коломажном обслуживало скандально известное ведомственное предприятие «Славянка», которым руководил другой фигурант дела, оборонь сервиса Александр Елькин. И буквально в эти минуты суд города Березники в Пермском крае решает вопрос об отсрочке наказания для участницы панк-группы «Пуссирает» Марии Алехиной. До достижения ее сыном 14 лет. Прокуратура категорически против. Изначальное требование Алехиной собиралось рассмотреть на территории колонины номер 28, где она отбывает наказание. Но процесс решили сделать открытым и перенесли заседание в городской суд Березников. По словам адвоката Даровой, ее подзащитная, есть все условия для воспитания сына. Кроме того, долгое отсутствие матери ухудшило эмоционально-психологическое состояние мальчика. В практике российских судов уже случались прецеденты, когда осужденным женщина с маленькими детьми наказание откладывали. Вот, например, дочери секретаря Иркутского обл. избиркома Ани Шевенковой, которая в 2009 году сбила на автомобиле двух девушек, суд дал 14-летнюю отсрочку от тюрьмы. Но эксперты считают, что у Алехиной шансы невысоки. Она несколько раз просыпала подъем и на это получила 4 взыскания. Девушка надежды на скорое возвращение к сыну не теряет и просит разобраться с работой дисциплинарной комиссии в колонии. Я не имела возможности данным приказом ознакомиться. И если он где-то существует, то где, мне неизвестно. Так как даже мои попытки узнать его номер претерпели крах. Никто в учреждении не знает номера приказа, по которому проходит дисциплинарная комиссия. Центр Лондона сегодня утром стал местом трагедии голливудских масштабов. Крушение вертолета прямо над жилым кварталом стало причиной гибели двух человек. Еще 13 ранены, один из пострадавших в критическом состоянии. Вот как описывает происходящее случайный свидетель. Люди начали кричать. И я подумал, господи, что же случилось? Я залез повыше на ограждение и увидел густые клубы черного дыма. Они поднимались в небо с другой стороны здания. Я побежал туда, а там вертолет. Он лежал не на земле, а на машинах и горел. Вокруг носились люди. Проезжавший мимо мотоциклист упал. В него врезался человек на велосипеде. В общем, это была по-настоящему жуткая картина. Катастрофа произошла около 8 утра по местному времени. Восьмиместный вертолет, в нем находился только пилот, врезался в кран, который использовали при строительстве одного из самых высоких жилых домов Европы. Машина упала на землю, загорелась. Несмотря на слухи, среди местных жителей возможность теракта власти исключает. Судя по всему, причиной крушения стал сильный туман. Туристический сезон на Кубе, на грани срыва. В стране уже вторая за последние полгода вспышка холеры. Власти сообщают, что в Гаване заразилось более 50 человек. Однако, по неофициальным данным, речь может идти о сотнях больных по меньшей мере об одном умершем. Новость об эпидемии появилась в кратком сообщении Министерства здравоохранения, опубликованном в газете Гранма. То есть проблема настолько серьезная, что власти не осмелились ее отрицать, несмотря на риск испортить имидж страны за рубежом. Сейчас для лечения инфицированных зарезервированы три гаванских госпиталя. По одному для взрослых, детей и для беременных женщин. В столице закрывают сомнительные кафе, заставляют выезжающих из города проходить санитарную обработку. Минздрав уверяет, что распространение болезни практически прекратилось. При этом призывает граждан тщательно соблюдать меры гигиены. Я видела, в некоторых университетах перед входом кладут пропитанную хлоркой тряпку. Люди моют с хлоркой руки. Это все правильно. Нужно, чтобы все были в курсе предупреждения Минздрава. Люди должны осознавать уровень опасности и понимать, что борьба с болезнью в их руках. Расширение полномочий судебных приставов принесло первые результаты. Как сообщил сегодня министр юстиции Александр Коновалов, за прошлый год удалось разыскать 33 тысячи граждан, которые уклоняются от уплаты долгов по судебным решениям. Это на треть больше, чем в 2011-м. В денежном же выражении удалось разыскать почти 107 миллиардов рублей. Впрочем, Коновалов пояснил, что в целом статистика пока далека от идеала. Исполняется лишь 48% судебных решений, которые связаны с возвратом долгов. А вот государство, по словам чиновника, перед гражданами исполняет свои обязательства полностью. В том числе по искам Европейского суда по правам человека. Глава Минюста заявила, что иски россиян перешли от количественных показателей к качественным. Жалуются на чиновников в ЕСПЧ теперь реже, но суммы высказываний менее внушительных от этого не стали. 123 дела мы проиграли. И с нарастающим итогом по решениям предыдущих лет в 2011 году Россия выплатила 221 миллион рублей по решениям Европейского суда людям, которые выиграли дела свои против России. На Соловке будут отправлять не только золотую кавказскую молодежь, всех. Сам главы департамента межрегионального сотрудничества и национальной политики Москвы Олег Агеев попроверг слухи, что засылать студентов в монастырь будут на перевоспитание. Никто никого не может перевоспитывать. А вот с инициативой организовать строительный отряд для работы в Соловках по реконструктору, то есть студенческий строительный отряд, это да, такая инициатива есть. И почему только кавказской. Всего молодежь, включая те, кто проживает в городе Москве, включая и кавказцев, и всех остальных, никто не исключается. Участие в стройотряде, по словам Агеева, будет исключительно добровольным. У большинства Соловки ассоциируется исключительно с ГУЛАГом. Но студенты, например, из МГИМО ездят туда уже давно, восстанавливать монастырь. Молодежь с Кавказа регулярно привлекает к себе внимание правоохранительных органов столицы. В конце сентября гости кавказской свадьбы открыли стрельбу в центре города. Набирать бонусы с помощью кредитной карты теперь смогут и пассажиры поездов. Совместная программа дочерней компании РЖД, ФПК и ВТБ-24 начинает работать уже в феврале. Дополнительные баллы за карту будут начисляться при оплате билета на поезд или при совершении ежедневных покупок. Накопленные бонусы можно обменять на бесплатный билет. Авиационные перевозчики традиционно уже имеют такие программы. И мы видим, как банк, обслуживающий целый ряд таких программ, что это очень востребованный продукт. Именно каббридинговая карта для часто летающих авиапассажиров. Этими карточками активно пользуются люди. И эмиссия, и обороты по этим картам превышают наши ожидания. Как обещают в РЖД, накопить на бесплатную поездку можно будет быстрее, чем на бесплатный полет. К примеру, на маршруте Москва-Санкт-Петербург каждый 11-й купленный билет в купе будет для пассажира премиальным. ВТБ-24 обещает владельцам новых кредитных карт самую низкую процентную ставку на рынке – 17%. А партнерам – больше 10 миллионов клиентов. Это были главные новости к этой минуте. Подробности также на нашем сайте rbc.ru. Не переключайтесь.